Всем привет! Рассмотрим установку PC Linux OS с рабочим столом KDE Русский называет KDE Нажимаем на кнопочку Следующее Эта установка практически для людей уже более, скажем так, или менее опытных в установке Linux Почему? Потому что здесь все идет на английском языке только уже поставив операционную систему на жесткий диск компьютера или на разделы жесткого диска компьютера Только затем можно приступать скажем так, к настройкам и установке русского языка Вот такая вот здесь особенность То есть здесь идет все на английском языке Так, ну вот почитаем Тут пишем, что здесь практически все разделы жесткого диска вот здесь Здесь, значит использовать существующее Вот, использовать редактирование разделов Значит, ну давайте посмотрим можно ли тут что-нибудь отредактировать Ну вот раздел 512 мегабайт Я прекрасно помню У меня идет как загрузочный А 9 и 10 разделы были подписи Linux Вот 9 раздел был как корневой А 10 был как домашний А срок был Почему у меня здесь эти сюда влезли Ну вот 5 раздел как загрузочный я соглашусь 9 и 10 соглашусь А срок у меня был Ну хорошо загрузочный раздел Корневой и домашний Следующее Выберите раздел, который вы хотите форматировать Ну на 9 у меня был X-Face Поэтому его форматнем Но заодно можем форматировать и этот раздел А загрузочный пока оставим Значит вот два раздела Где был у меня PC Linux X-Face 9 и 10 Отформатированы Сейчас идет установка кедов на эти разделы Посмотрим Посмотрим Обратите внимание что здесь я веду установку на жесткий диск без подключения к интернету Потому что вот здесь я пытался подключиться к интернету А у меня окошечко даже появилось наконец-то Ну тогда хорошо А то у меня никак оно не хотело показываться Вот Значит я сейчас его вот нажму на конфигурацию Заведу свои пароли Попробуем дальше Пойти Итак Вот появился значок что произошло подключение к интернету Вот зелененький Значит Здесь предлагается установка групп Boost Device Ну давайте сюда его поставим Так Следующий Еще немножко подождем Здесь пишут что по умолчанию у меня стоит D-PIN Ну я обычно выбираю всегда Linux Mint CINAMON и нажимаю на кнопочку закончить Ну здесь идет установка загрузчика очищается там кэш и прочее и прочее То есть это уже скажем так финальная стадия установки подпишет пожалуйста перезагрузите компьютер выключите его в антифрешку и стартуйте по новой ну что мы сейчас и сделаем Итак я загрузился с PCLinx к TDE Ну первым делом что я обычно люблю делать это вот панель редактировать панель под скрин я ее помещаю наверх вот практически для меня этого скажем так на первое время достаточно но это уже чисто мои скажем так пользовательские предпочтения большинство программ здесь ставится через синаптик ну в частности через синаптик я поставил поставил я звуковой редактор из видеоредакторов я поставил ABS студия вот эти две программки скажем так я поставил и сейчас веду запись о дальнейших настройках скажем так PC Linux а здесь есть особенности потому что он ставится на английском языке и только после определенных манипуляций удается туда поставить русский язык вот смотрите нажимаем значит системные настройки здесь все как говорится на английском и вот если мы пойдем в локальные настройки вот видим что только американский язык тут по умолчанию а если добавить язык то можем значит вот посмотреть вот добавить русский язык теперь значит я могу значит тут сделать еще один допустим язык потому что я люблю английский английский вот British English я его значит вот ставлю на первое место а американский убираю вот в принципе для меня скажем это уже более или менее что-то нажимаем применить пишет что изменения что-то в силу после перезагрузки теперь так я даже скорее всего поставлю вот язык системы русский применить здесь поищу клавиатуру кейбор вот здесь прячется input devices и вот layout я выберу галочку во-первых показывать флаги так и вот здесь вот добавить добавлю каяющего наживочек вот русский и добавлю еще один английский вот к нему я добавлю вот uk допустим американский флажок и удалю значит и поставлю и в таком порядке вот в таком порядке я обычно люблю видеть свою клавиатуру нажму применить и вот у меня флажочки появились английский и русский вот и просто клик левой кнопкой они меняются все ясно как говорится и понятно значит теперь после всех этих изменений значит нужно перезагрузить компьютер чтобы изменения вступили в силу потому что здесь сейчас видите у меня менюшка на английском языке и здесь еще на английском языке поэтому перезагрузимся и посмотрим что получится и так я перезагрузился посмотрим менюшку ну вот тут часть уже появилась скажем так на русском языке посмотрим что здесь ну и здесь тоже появились скажем так надписи на русском языке ну если у вас этого не происходит то можете сделать вот такую вещь пойти в синаптик здесь в этой сборке у меня селинукс три пароли как и мх не менее двух поэтому здесь у меня в сборке пароль две денечки нажимаю на окей и вот здесь нужно будет набрать такую славич лэнно педвич вот выбираете лангу аге нажимаете на сёч на поиск и значит вот здесь вот берете и все вот эти вот модули отвечаете и нажимаете кнопочку применить обычно после такой процедуры все эти языковые дела они встают и поддерживаются скажем так нормально здесь можете посмотреть значит обновить у себя там все эти дела отметить для установки если надо галочка не появилась потому что я уже обновил перед этим вот вот таким вот образом делается скажем так языковые настройки ну давайте посмотрим вот что экулятор какие чудеса он тут нам опять покажет а он опять берет все и показывает на английском языке а и вот хоть ты тресни и что с этим поделать давайте посмотрим вот редактировать LibreOffice и никакой редакции он нам не дает вот давайте сюда пойдем вот здесь общая такая давайте посмотрим вот option и вот здесь нам нужно поискать языковые сеттинги вот языки вот по умолчанию здесь у меня стоит английский я хочу поставить русский русский все остальное значит оставим и выключим выйдем из офиса и снова зайдем причем смотрите вот какие бывают варианты допустим пользовательская значит пользовательский интерфейс русский а вот локалки я допустим жил в какой-то другой стране допустим в Англии я могу установить значит уже английские установки и так далее ну короче ждем применить restart now вот пожалуйста все появилось на русском языке проверяем идем вот сюда идем значит в офис открываем тоже калькулятор ну и вот в конце концов все появляется скажем так на русском языке то есть вот понимаете тут с языковыми настройками на PC Linux приходится повозиться эта система все таки рассчитана для установки уже скажем так опытными пользователями которые имеют некоторые скажем так опыт установки настройки различных Linux и теперь здесь значит вот я вам хочу показать значит вот есть одна совершенно чудесная значит особенность вот нажмем на это окошечко вот здесь я его закреплю а тут совершенно другое убрать чтобы глаза не мазорили вот здесь мы заведем одну чудесную команду называется она вот так вот my live по-моему CD пишет что нужен значит корневой доступ ну и что напишем супер юзер дадим свой пароль и снова заведем эту команду сиди просит чтобы было установлено вот эту вот штукенция drag live install полив полив и стол Вот она, и установим её. Всё, значит, вот эту вот программу мы установили. Теперь снова вернёмся к вот этой команде MyLeafCD, и она вам начнёт делать изообраз текущего состояния операционной системы. Такие же изообразы делает программа SystemBug на Linux Mint, и также вот на MX изообразы делает их собственная программа по созданию изообразов. Вот, дождёмся, когда всё это дело закончится, я вам кое-что покажу. Вернее, даже можем попробовать вот что сделать, пока тут всё это дело идёт установка. Мы, значит, сейчас поищем где-то, как я видел. Вот. VirtualBox Manager. Ну-ка, давайте глянем, что это такое. Ищем его едят. Ну, вот сообщение, что программа загрузит и установит виртуальную коробочку. Пожалуйста. 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 Пускай загружает и делает. Здесь, значит, процесс идёт ни шатка, ни валка, но, тем не менее, вот по каждому компоненту виден, скажем так, процесс выполнения создания изообраза. Вот. То есть, вот за что я люблю операционные системы некоторые, а именно те, которые могут создавать свои изообразы. Это позволяет вам всегда поделиться этими образами с друзьями и знакомыми. Скажем так, сократить им работу там по установке, настройке, потому что, в принципе, готовый изообраз уже всегда можно скачать, установить на разделы жёсткого диска. Можно немножко на себя, под себя поднастроить и, как говорится, жить себе спокойно. Ну, и, опять-таки, ещё раз повторюсь, что особенностью PC Linux, значит, он основан на RPM пакетах, таких же, как SUSI, Fedora, Red Hat, по-моему. Вот. Значит, является то, что они называются rolling-релизами, то есть самообновляемыми. То есть, вот установив сейчас её, и он у вас будет, как говорится, работать до победного конца. Но обновляйте его там раз в несколько недель, вот и всё. У меня самый первый Linux, PC Linux, KID, кстати, стоял года три или четыре. Вот. Ну, не так вот, как в Linux Mint, там, 18.1, 2.3, 19.1, 2.3, там, каждый раз по новой, всё переставляй. Здесь нет. Здесь вы, если себе вот этот Linux поставили, настроили его под себя, ну и всё практически. Единственное, я могу порекомендовать всем установить программу TimeShift. И объясню, значит, в чём дело. Так же, как и на любом Linux, значит, разработчики, они всё гонятся за созданием там новых там ядер, новые программы там и так далее. Вот у меня Linux Mint бывало много раз. Ставишь Linux Mint какой-то версии, потом, значит, одну-два версии выше пошло. Вернее, обновление там ядра предлагает и так далее. Вот. Сделал обновление ядра, всё, виртуальная коробочка начисто слетает, не работает. И приходилось программе SystemBug возвращаться обратно. То же самое, значит, и можно делать при помощи программы TimeShift. Возвращаться на те исходные позиции, когда у вас всё работало нормально. Так же и в отношении вот этих rolling-релизов. Допустим, мы взяли вот сейчас вот эту систему, ставим, делаем, настраиваем. Сделали, поставили. Затем, значит, программа SystemBug. Берём и... Ой, не говорю, SystemBug. TimeShift. И при помощи программы TimeShift мы, значит, делаем просто-напросто, скажем, контрольный снимок. Если, допустим, слишком далеко от создателей PC Linux OS забежали вперёд, там что-то обновили, а у вас что-то перестало работать, вы всегда можете откатиться назад, подождать там месячишко-другой, пока у вас там всё это дело не устаканится. И только после этого, значит, вы можете уже всё, значит... Пишут так, что установлено. Окей, окей. Вот. Вот пусть всё это дело создаёт. Так, ещё там я видел одну, по-моему, опцию. Вот. Это установить приложение ещё на виртуальную коробочку. Этот скрипт может быть запущен только... Ну, ладно. Ну, подождём здесь окончание создания из-за образа. Кстати, здесь я видел, что можно запустить комки. Не скажу я здесь, что комки уж тут супер какие-то, но тем не менее. Вот такие они здесь. Не знаю, удастся ли вместо них присобачить мою коночку. Это уже интересный вопрос. Для этого нужно узнать локализацию, где она находится. Свидения оперативки, ЦПО, ля-ля-ля-ля-ля. Ладно, интересно. Ну, давайте ещё раз нажмём. Не хочет выходить, да? Ладно. Вот, смотрите. Создание образа, значит, у нас произошло. Теперь давайте, значит, поищем, куда же программа-то его сохранила. И назвала она его left.cd.iso. Вот, идём к файловым менеджером. По идее, она должна была сохранить его куда-то в корень. Вот она в корне сидит. Ну, и пусть здесь сидит. А нам сейчас надо будет запустить виртуальную коробочку. Ну, наберу я здесь виртуал-бокс. Вот она сидит здесь красавица. Вот я её и прикреплю к планку. А здесь вот обычно всегда бывало в референсах. Вот. Тоже всегда можно выбрать язык. Вот, русский. Вот, видите, появился файл, машина и так далее. Вот есть настройки. Есть плагины. Ага, плагин уже стоит. Ну, и прекрасно. Тогда, значит, давайте посмотрим файлик. Файлик, ну, назовём тест. Орекл. Орекл. Да, орекл. Так, орекл. Так, орекл. Где у памяти? Ну, давайте так сделаем. Здесь совсем тупо соглашаюсь я. А вот здесь уже иду в настройки. Система. Значит, процессор. Вот я ставлю здесь два процессора. Мне их четыре. Половину даю. Загрузка. Я не буду давать полную загрузку. Вот так где-то сделаем. Дисплей. А вот дисплей тоже где-то вот так вот сделаем. Носители. Вот я открою. Что-то выбрать. Вот. Лив. Сиди. Окей. Ну и запустим. Посмотрим, что тут у нас получилось. Продолжить. Вот появляется, значит, менюшечка. Лив. Лив. Сиди. Допустим. Ну и что, что ли в Сиди. А вот. Пусть она грузится. А мы ее посмотрим. Сиди. 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 Какая у вас там эта самая. Клавиатура. Ну и английскую напишу. Вот спрашивает имя пользователя. Указываем имя пользователя, что это юзер. Вот нажимаем на него. А в окошечко вводим свой пароль. Пароль здесь у нас до единички. Пароль здесь у нас до единички. Ну вот, посмотрите. Панель, значит, ушла наверх. Значит, программа, которую, значит, мы вставили. Вот менюшка на русском языке. Ну вот, я не знаю. Ну вот, LibreOffice можем проверить. Стал на русском языке. Видите, да? Значит, программы для записи видео. Я вставил, значит, ABS Studio и SM Player. Они у меня встали. Ну и, соответственно, значит, если здесь поискать, то и виртуальная крабочка должна быть. Просто мы ее в автостарт не вставили. Вот я здесь наберу вирт. Вот я тут сейчас, пожалуйста, на русском языке. Так. Вот набираю я вирт. Планк. Так. И запускаю планк. Так. Это вот планк. Давайте посмотрим, встала ли сюда виртуальная коробочка. Значит, еще не встала, скорее всего. Да. Пока мы создавали программу. Программа, значит, Mali-CD из-образ, а виртуальная коробочка еще не встала. Ну, ничего страшного, как говорится. Просто вот я вам хочу показать, что PC Linux OS, значит, также есть нормальная возможность создавать из-образы, значит, операционной системы. Если до или во время создания, значит, вы решили не заводить никаких паролей там в свои броузеры, в свои там всякие там укромные места. То есть, вот поставили чистую, настраиваете. Вот. То есть, нигде у вас мусора нет, то тогда просто-напросто, значит, вы можете вот создать из-образ, выложить его на, скажем так, на любое облако. И поделиться, скажем, с друзьями там, со знакомыми. Ну, скажем так, как вам душе угодно. Вот. Такая вот чудненькая есть программулина. в PC Linux OS. То есть, для этого нужно поставить программу drag-live install через виртуальную коробочку, то есть, через синаптик. Затем в терминале набрать команду в CD. Все у вас будет хорошо, скажем так, и прекрасно. Вот, скажем так, это основные такие вехи. И вот еще вот эту вот анфишку. Давайте посмотрим. Вот. запуск и завершение. Вот. Идем сюда. Автозапуск. Добавить приложение. Вот. Давайте первое. Поищем, значит, надо поставить сюда Plank и ABS. Так, что у нас тут конфигурация. Вот. Ставим Plank. Нажимаем на ОК. Ну и давайте поищем еще. Вот. Пожалуйста. Onboard. Окей. То есть, теперь при загрузке компьютера будут автоматически запускаться вот эти вот программы Plank и ABS Studio. то есть, здесь тоже неплохая такая менюшка настроек. Есть вот отправление рабочего стола. Видите, пожалуйста, значит, можно там светленькую там какую-то тему выбрать, нажать, применить. у вас будет светленькая такая вот тема. То есть, настроек много. С ними нужно, значит, сидеть там, подгонять под себя, разбираться. Значит, я же здесь просто вот осветил самые такие вот моменты. Значит, русификация PC Linux и, значит, вот как LibreOffice также русифицировать. Вот. И использование, значит, программы команды MyEleafCD. Вот. Это вот всегда, значит, можно посмотреть в файловом менеджере. Значит, давайте только сделаем вид в него. Это симпатичнее. Есть тут варианты. Не вижу я, чтобы тут было строку. Ну, в конце концов, мы можем пойти вот так, пойти в свойства и посмотреть. Вот. И образ, который мы сделали, он составляет два с половиной гигабайта. То есть, вот таким вот образом. Ничего тут такого страшного нет. Значит, я специально эту сборку сделал только, скажем так, русский язык и ставил туда, чтобы уже принимал команду MyEleafCD. Запомните вот эти вот две вещи. Все остальное, значит, пожалуйста, ручками берите, настраивайте под себя. Ну, язык стоит, как говорится, и команда работает. все остальные программы ставьте и устанавливайте и настраивайте под себя родных. Я желаю вам всего самого доброго, самых всяческих успехов и удачи, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok